всем привет сейчас я в шапочке буду делать обзор на чипсы с паприкой точнее это не чипсы хотя да чипсы называть чипсами просто я бы это назвал картофель ну не чипсы а типа сухой картофель фри потому что вот по виду они выглядят так же как картофель фри но в общем я первый раз увидел такие чипсы сегодня магазине на них была скидка чуть ли не 30 рублей так они например стоят 70 а так они стоили например 40 очень большая скидка и дофига просто чипсов этих огромная куча лежит я выбрал с паприкой это чипсы называется лоренс пом стикс картофельные чипсы соломкой с паприкой значит их было дофига значит во первых то есть вот этих с паприкой целая куча лежала потом там другие были со вкусом сметаны там еще с каким-то вкусом там короче разнообразных очень много было целая куча прям огромная вот я решил взять с паприкой тут вот этот пакетик тут 100 грамм обычно я люблю чипсы лыс покупать там 80 грамм а тут 100 то есть тут побольше и тут написано отборный цельный картофель нарезается тончайшей соломкой и обжаривается до золотистой корочки написано так написано что написать нужно чего угодно правильно и написать тоже и тут такая вот штука открой пачку по-новому тут типа такая ведь и фигня ты типа рукой так берешь ее открываешь то есть обычно ты чипсы ешь вот так он да вот а я обычный чипсы высыпаю у меня есть контейнер для еды я высыпаю туда вот сейчас я буду есть из пачки вот а сейчас они делают по-новому то есть ты ешь не вот так вот а вот так вот то есть вот так вот я их открываю живи давайте попробуем типа линии типа молния такая и мы сейчас ее будем открывать вот она сразу сразу она оторвалась поверну к вам лицо и вот они чипсы там внутри эти камера вот они вот они эти правда такие тоненькие соломки ну что попробуем очень тоненькие вообще чипсы с паприкой вот мне говорят что были лэйс но лэйс с паприкой я никогда не видел я знаю с паприкой pringles вот мне они очень нравились раньше еще где-то ну году в 2007 в 2008 в 2006 примерно вот в то время с паприкой pringles нравились но я их редко покупал потому что они очень дорогие были сейчас они для меня тоже в принципе достаточно дорогие но я их практически не покупаю потому что я давно их уже не люблю разонравились они мне вот ну вот эти с паприкой давайте сейчас попробуем ну ну сразу уже по вкусовым ощущениям я могу сказать то что мне как-то не очень они нравятся ну знаете картошка фри вот например в макдональдсе она сначала когда горячая она очень мягкая потом когда она остывает особенно если она лежит у тебя несколько дней вы знаете я люблю но покупать еду и она у меня лежит несколько дней я разогреваю в микроволновке и ем хотя конечно же говорится что так есть нельзя нужно сразу съедать вот когда она долго полежит она затвердевает и она начинает хрустеть и вот вот это вот то ощущение которое ты чувствуешь вот очень похоже на вот эти вот штучки ну на самом деле вот они такие тоненькие что я даже распробовать не могу я чувствую какой-то привкус достаточно приятный но особо я не могу распробовать поэтому я ем одну за одной чтобы наконец-то понять что это вообще за вкус они очень тоненькие поэтому сложно распробовать их ну в принципе вкус у них такой какой-то необычный есть но не знаю мне что-то не очень мне кажется принклс с паприкой намного вкуснее хоть даже сейчас когда они мне уже давно не нравится но все равно они вкуснее чем вот это не знаю тут еще кстати в чем прикол в том что пачка вот когда ты она у тебя вертикально стоит ты например ее поел поел взял ее вот так вот замотал и закрыл а вот эту ты как будешь закрывать неудобно то есть понимаете то есть придется вот так вот ее закрывать и вот так вот как-то закрывать ее то есть эту я бы поел бы и вот так вот ее закрутить понимаете вот так вот вот так дальше и все а эту я теперь как закрывать буду я не знаю ну не знаю они что-то не очень понравится они знаете что как люблю делать я люблю чипсинку не сразу съедать а во рту ее смаковать то есть все вот эти специи их обсасывать все вот всех их короче как знаете ну то есть так вот смаковать во рту там то есть не сразу съедать а вот обсасывать все специи так же сухарики я раньше ел например то есть не сразу то есть не сразу берешь и съедаешь а вот именно смакуешь так обсасываешь внутри вот эти все специи чувствуешь и потом когда ты уже все эти специи уже съел тогда ты уже чипсинку саму съедаешь сейчас я попробую вот эти так же съесть Они маленькие, тоненькие Поэтому даже обсасывать нечего Мне они вкусные, не нравятся Я вот ем одну за одной Пытаюсь хоть вкус найти Ну да, вкус есть небольшой такой привкус, я бы сказал Но на паприку не похоже Просто какой-то необычный такой привкус есть Вот я пытаюсь еще больше вкус почувствовать Еще больше распробовать что-то Но нет, ничего не получается Мне кажется, даже если ты съешь всю пачку и не одну Ты все равно особо ничего не распробуешь Херня полная Не знаю, я бы поставил 4 балла из 10 4, потому что вот этот вот привкус, который я чувствую Он мне нравится немножко Вот, ну 4 балла это я думаю максимум, что я могу поставить Максимум Нужно даже 3 3 Все-таки это привкус чуть-чуть нравится немного 3 Я говорю, сейчас еще одну сниму Нет Слушайте, этот холодильник заработал Я сейчас на холодильник снимаю Камера сломалась Камера сломалась, снимаю с холодильника Не снимаю на холодильник Ну короче, не знаю, 3 балла Я сейчас их продолжу есть Хотя Сколько можно их есть Вкус должен чувствоваться сразу А не там через пол пачки Какой-то я говорю Какой-то привкус есть Необычный такой Все-таки 3 балла это мало Давайте 4 Оставим Четверку Оставимся Останемся на четверке Хотя Вот я сейчас ем их И Меня они уже надоели Я даже еще Я даже уже четверти Еще даже Четверти не съел И они уже мне надоели Я уже их хочу Все Все, я больше не хочу их есть Все Давайте 3 Нахер 2 балла Я не знаю даже Чего оставить Давайте 2 балла поставим Действительно 2 балла Просто за то, что там Небольшой привкус есть Какой-то такой Необычный, блин И все Все, мне Я честно говорю Мне они уже все просто надоели Я их ел Я пытался распробовать Получше их Но Как можно распробовать чипсы Когда тут пробовать нечего Тут просто дерьмо Тут просто небольшой привкус есть За который я ставлю в итоге 2 балла Тут больше ничего нет Соответственно Если ничего нет То нечего и распробовать Так что я все не знаю Я их выкину Я их маме оставлю Она наверное Если они ей понравятся Она их съест А если ей не понравятся То не знаю Последнюю съем Вернее 2 балла Лоренс Поэтому на них скидка Потому что их не берет никто Поэтому такое говно Хотят быстрее продать Так что фигня полная Нихому не советую Вот и Ну и лучше лейс Ну принклс тоже вкусный Но они дорогие Сука Лучше лейс тогда Или и астрелла Тоже вкусные Астрелла Чипсова Ну так что все Видите камера у меня уже падает Вот Так что всем всего хорошего Счастливо До встречи в следующих видео И Все пока Счастливо До встречи в следующих видео